Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и сегодня у меня есть уникальная возможность поделиться с вами новогодним настроением. В этом ролике я поздравлял всех вас с грядущим девятнадцатым годом, желал всего хорошего. А тем временем компания Ростелеком готовила мне... Сэндвич позора с гарниром из говна! Вы заслуживаете лучшего! Да, звучит грубо, но я не знаю, как назвать это иначе. Ситуация такая. Я пользуюсь Ростелекомом последние 7 месяцев. Ростелеком стоит у моих родителей. И я, в принципе, более чем был доволен данным интернет-провайдером, потому что скорость очень хорошая, ни разу не падала, разрывов не было и приемлемая стоимость. 650 рублей в месяц. Плюс возможность просматривать баланс через фирменное приложение на телефоне. И на секундочку, это очень важно, когда вы регистрируетесь, вам высылают логин и пароль. То есть там используется не мой собственный пароль, а тот, который был сгенерирован Ростелекомом. И вот представьте себе такую ситуацию. Приезжаю я в январе домой, 7 числа заглядываю в приложение и вижу, что у меня задолженность 850 рублей вместо привычных 650. Звоню в поддержку, но чем черт не шутит, возможно были какие-то лишние списания, может быть подорожал тариф. После разговора с оператором выясняется, что вас взломали, в личном кабинете вам попросту злоумышленники поменяли тарифный план, но вашего тарифного плана, которым вы пользовались раньше, нету больше. Совпадение? Не думаю. У меня был безлимитный, я в месяц выкачивал по, я не знаю, несколько терабайт данных, то есть интернет гнал просто как ни в коня. И мне говорят, что да, вас взломали, вам поменяли учетную запись, то есть ваш тарифный план, и ко всему прочему вы не сможете вернуться на старый тарифный план, и вам также придется как бы, ну, оплачивать то, что вам сделали переключение. Когда я начал возмущаться, что, мол, погоди, погоди, так пароль ваш, как его могли взломать, это, во-первых, во-вторых, приложением пользоваться исключительно на айфоне. То есть, я знаю, что все любят там Android, кто-то любит айфон, но, по сути, как взломать приложение на айфоне, если там Touch ID, ну, и, в принципе, пароль мне пришел в виде SMS-сообщения. На что она развела руками и даже не захотела мне помогать, поэтому я сказал, хорошо, я наш разговор запишу, и буду с вас требовать уже вот на записи, чтобы вы объяснили мне, как так получилось, что я поменял пароль, с какого IP-адреса, что вы видите, что я его поменял 4-го числа, 4-го января. Будьте добры, расскажите всю правду матку. И до сих пор мне никто не отвечает. Оно по-прежнему находится на рассмотрении. Не знаю, кто здесь обо... Но я предлагаю вашему вниманию данный эпический фейл от компании Ростелеком, которую взломали, и хочу, чтобы вы убедились, что вас не наебали в ваших личных кабинетах. Лучше, ребята, перепроверьте. Rock'n'roll, сегодня будет новый ролик по Android. Поехали! Так, девушка, еще раз вы меня извините. Вот у меня такая ситуация, что я платил за интернет раньше 650 рублей. Сейчас, получается, захожу в личный кабинет Ростелеком через приложение ваше фирменное, и у меня уже показывается, что долг минус 850 рублей. И посмотрел, что у меня поменялся тарифный план на игровой. Хотя до этого был, получается, тарифный план там за 650 рублей в месяц. Можете объяснить, что случилось? У вас тарифный план был изменен через личный кабинет, но тарифный план игровой. А можете объяснить, вот, а как он может быть изменен, если у меня привязка к телефону, и чтобы, вот, допустим, я вошел в личный кабинет, у меня должно прийти смс-подтверждение, а я в личном кабинете ничего не менял? К сожалению, данная информация не предоставлена. По нашим данным, у вас тарифный план был изменен именно через личный кабинет. А вы можете посмотреть? У вас же такая возможность есть? Допустим, с какого IP-адреса я заходил? К сожалению, данной возможности нет. Подождите, а как так, когда мне настраивали Xbox, получается, ваш консультант, он мог проследить мой IP-адрес и подключился напрямую к моему компьютеру, чтобы поменять настройки подключения? А факт вам настраивал другой человек, то есть это совсем другая... А давайте сделаем заявку тогда, что вот у меня, получается, поменяли без моего ведома, получается, как называется, тариф, или же взломали как-то вашу систему, и мне поменяли все это. А вам тарифный план изменить сейчас? Мы как бы его изменим, да, я могу это сделать самостоятельно, я просто хотел сейчас, чтобы заявку открыли, что вот что-то в системе не так. И чтобы вы как бы мне сказали, кто откуда подключился к моему аккаунту, потому что если в личный кабинет, я просто сам как бы работаю с сетевым оборудованием, я знаю, что вы можете совершенно спокойно просмотреть, откуда был вход. Так что я хочу сделать заявку, чтобы убедиться, что действительно какой-то злоумышленник извне подключился, а вы не сами что-то поменяли. Некоторое время это займёт, пожалуйста, на линии оставайтесь. Спасибо за ожидание. Скажите, пожалуйста, с кем можно будет связаться по заданию в случае необходимости с вами? Со мной же, да. Номер телефона, в который вы сейчас обращаетесь, как контактный, могу указать? Да, пожалуйста, его. Заявка оформлена, вам на сотовый телефон поступит СМС-уведомление с номером заявки, и по факту её решения с вами свяжутся по контактному телефону. СМС-уведомление с номером заявки, и по факту её решения с номером заявки.